Стихотворение Светлана, Господи. Стихотворение Насалья Сочетка устала на то. Она вошла и опустилась на сиденье. Погон подвечен был почти полустой. Настала булочка с моленьем и моленьей, Что маской куплена была полостовой. Она теченью гублялась всей массе. Электрополист опочнила я легко. Глаза накрыли, мысли, что уши в резонансе. Сдорили сердце, не распутывая кругом. Она пришелся, и ног глаза открыли. Хоть спать хотелось, и казалось, что нет сил. Кусочек булочек не встала, трусила. Животка сюда, а есть достойчиво, красиво. Она сидела и рассматривала лица. Вот у кого-то уже звонил телефон. Вот лодки пляшут на обае, висит. А вот и могут забраться, как хорошо. Вот кто-то строчит смс, нахмурил в розе. А кто-то, видно, новостями в плечу. Сосед же с книгой. Прибудьте, боже, не сроки. Наверное, что-то очень важное прочел. Тот сам мужчина, пожилой, в нелепых тапках, В какой-то сухой странной, клетчатой, большой. И приготовился на выход. Други в лапках, пиджак, покрой. Не ему плеча покрой. Он рядом встал. Рукой за поручей сводился. А веколон дешевые водки парил. И видно было, что куда-то торопился. За временем звал в руку и следил. Она уже думала. А я покачиваю. Сама веду по этой жизни на рифке. И стала страшная какой-то минуты. Хотелось денег, распадавшись в кошечке. Она придумала везде по ходу. Дрожали руки. Ускорялся сверху стук. И чтоб начать свою карманную работу, Она нагнулась, изучая свой говно. Чтоб она тут, провернув свой труд, Мужчины усмотрелась. И они все равно такое дело совершали. Да вот в лице волнение все же проявились, Когда со сверху целых людей медленнее стали. Она здесь выждавала ее. Пять вверху осталась. Вот сантиметров от нее чужой карман. И только лишь с руками карманом поделилась, Как парень голову свою вдруг. И поднялся. И что он видел? На ладони дверь мажки. Купил ее девушками ями, а обладел. Так, безначе, и шаг краном просунула, И глазки в пол опустила, И снова булочку живет. Раскрылись двери, и мужчина с сумкой вышел. А парень все в себе не мог никак прийти. Такого раньше он не видел, и не слышал. Он раньше ангелев не видел, но для тех. А может, вот и не печет, смотрела в окна. Векали ласточки на грязном потолке, Никто не знал, Как камер плакал одиноко, И ночами в комнате своей на четвертке. Она снимала в уголок столичный домик, Порой сама щита жалко и мучила. Но не могла пролететь, как убить ее. Рядом в горе нет избытков, а от щедрости души. Она так верила, что людям отдавали, Не беднеет от того и не умрет. А что другому тайна, чем-то помогает, Не потеряет, а лишь только обведет. Ей так хотелось в своей телу в ее воду Стать чудно маленьким. Не знаю. Не смысл что-то. Ей так хотелось в своей телу в ее воду Стать чудно маленьким, обучением и судьбе. Ведь сама она нуждалась в большом Божьем чуде. Одно не могла помочь ее беде. Но ее мало. И, конечно, были шансы спасти ее. Да счет надежды сдали. Ей так нужны и так нужны сейчас финансы. Но собирать их не хватало на больших сил. Ведь что она могла сучить из-за копеек, Насобирать над надежного врача. Жизнь перед сменой теперь решала куча денег, А рядом нет надежного врача. Девчушка волосы поправилась умной, Засобиралась и наградилась двери. И прелик не было за хрупкой спиной, Лишь шли и светлый потянулся позади. А парень в поезде все думал о поступке. И прорастынул на своих толстых кошелек За равнодушие, за праздник покупки, За Богом в гостях. Пример принял. Весь ночь, оставшийся он ровными глазами, Смотрев на тело, приехал ядом с ним в петро, А сердце словно заживалось на писании, Хотел бы тоже делать тайны и доброжные. Слава!